Акция, без которой не обходится ни одно празднование Дня Победы. В преддверии 9 мая волонтёры раздавали на улицах городского округа Люберцы георгиевские ленточки. На одной из точек, где вручали главный символ праздника, работали мои коллеги. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, ленточки. Идём Победа раз. В Центральном парке Люберец царит праздничная атмосфера. Её создают оранжево-чёрные ленточки, которыми украшена одежда людей. Сувенир в честь Дня Победы с радостью принимают как взрослые, так и дети. Дань памяти нашим предкам. В каждой семье кто-то воевал на фронте, кто-то в тылу. Для меня этот праздник действительно до мурашек со слезами на глазах. Волонтёры раздавали ленточки и помогали правильно прикрепить их на одежду. Важно, чтобы символ Победы был расположен на левой стороне груди. Память о всех погибших, о всех страданиях, которые прошёл наш народ, весь советский народ. На протяжении вот этих четырёх лет, 41 по 45 год. И чтобы люди не забывали, что такое война, и чтобы никогда не хотели его повторения. Я участвую в такой акции впервые, но я уверен, что на протяжении и следующих годов я буду в ней участвовать. Символ героизма, воинской доблести и славы советских защитников. В прошлом году Георгиевская лента получила официальный статус. Согласно закону, публичное осквернение символа Победы влечёт за собой административную или уголовную ответственность. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.